МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 сентября около 8 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что в поселке Кайхем на пересечении улиц Шахтерской и Мелиораторов произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение двух автомашин с последующим наездом на светофор. Сотрудниками полиции установлено, что 30-летняя женщина, управляя Тойотой Королла, на высокой скорости въехала в Калдину, которая ехала в свою очередь на зеленый цвет светофора. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась жительница поселка Кайхем, водитель автомашины Тойота Королла. Все говорят о умерших либо ничего, либо хорошо, но не в этом случае. Погибший водитель, 30-летняя жительница Кызыцкого района, при жизни неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Так, только в течение этого года она 10 раз была оштрафована за невыполнение требований дорожных правил, из них 7 раз влияющих на дорожную безопасность, превышение установленной скорости в населенных пунктах, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований об остановке перед стоплением при запрещающем сигнале светофора. В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля Тойота Калдина и пассажир автомашины Тойота Королла, 33-летняя Кызылчанка. В поступлении у них диагностированы сочетанные травмы. Один пациент, то есть молодому человеку, молодому человеку оказана квалифицированная специализированная помощь, то есть проведена экстренная операция на органах брюшной полости, женщины оказана специализированная помощь и госпитализировано на травматологическое отделение. В настоящее время состояние пострадавших осенивается как стабильно тяжелое, то есть оказана полная медицинская помощь. Инспекторы задержали троих подозреваемых в угоне автомашины. Сегодня около 6 часов утра в дежурную часть Кызыла поступило заявление о пропаже автомашины марки ВАЗ-21060 бежевого цвета, припаркованной во дворе улицы Дружбы Кызыла. Для установления местонахождения транспортного средства был введен план перехват. Ориентировка была передана наружным службам полиции. Во время проведения разыскных мероприятий инспекторы ДПС обнаружили угнанный автомобиль на улице Пушкина села Сарексеп. Внутри салона «Жигули» спали трое мужчин, которые были задержаны и доставлены в полицию для установления личности. Уходите с машины. Здравствуйте. Вводить полицию «Жак». При осмотре установлено, что двигатель угнанной машины злоумышленники завели путем прямого соединения проводов замка зажигания. Для того, чтобы не оставить следов, они орудовали в перчатках. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В столице Тувы поймали родителей, подвозивших детей к школе пьяными. Два водителя задержаны сотрудниками ГИБДД Тувы, которые подвозили своих детей к школе в нетрезвом состоянии. Как сообщает Госавтоинспекция региона, в рамках профилактических мероприятий в первый учебный день в Кызыле у школы номер один была остановлена иномарка «Тойота Авенсис» без госзнаков. За рулем находился 37-летний мужчина. Внутри машины сидели дети 7 и 9 лет. Что отец, что его ребятишки не были пристегнуты ремнями безопасности. Родитель вообще оказался пьяным и не раз привлекался за пьяное вождение. Сейчас инспекторы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Также 5 сентября у школы номер 8 30-летний водитель автомашины «Лада Ларгус» подвозил своего ребенка без детского кресла. Когда полицейские не могли оставлять протокол, то заметили, что мужчина ведет себя неадекватно. Он тоже оказался пьяным. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых. Есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Следственным комитетом ТУВЫ в отношении 58-летней ранее несудимой жительницы Байтайгинского района республики возбуждено уголовное дело убийства. По версии следствия, 30 августа текущего года около 14 часов на участке местности у реки Хемчик, местечко Бук Байтайгинского района, подозреваемая, испытывая личные неприятностные отношения к 34-летней родственнице, супруга из-за того, что последняя плохо присматривала за коровами, ударила ее, после чего задушила. В дальнейшем, с целью сокрытия совершения преступления, подозреваемая, сбросив тело потерпевшей в реку, сама в этот же день в вечернее время обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении родственницы. Тело потерпевшей было обнаружено 1 сентября текущего года. В настоящее время подозреваемая женщина задержана. Следователям в ближайшее время планируется предъявление обвинения и решение вопроса об избрании в отношении нее меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. В Кызыле сотрудниками полиции установлена причастность несовершеннолетних к совершению серии краш-машин. В ходе расследования уголовного дела по угону легковых автомобилей на территории Кызыла оперативниками были установлены и доставлены в полицию подозреваемые. Ими оказались подростки 15 и 17 лет. 1 сентября в дежурную часть полиции Кызыла обратился 30-летний кызылчанин с заявлением о краже его автомобиля. Он сообщил, что ночью угнали его машину, припаркованную у подъезда многоэтажного дома, где он проживает. Пропажу он обнаружил только утром. Факт кражи имущества из салона автомобиля совершен в ночь на 30 августа. Так, 33-летняя кызылчанка заявила, что неизвестные тайно похитили из ее автомобиля блок управления автомобиля, туристическую палатку, бензопилу марки «Штиль» и USB кабель. Общий ущерб составил более 37 тысяч рублей. Также ранее с заявлением в полицию обратился 35-летний местный житель, который сообщил, что в ночь на 24 августа неизвестные угнали его авто. Все имущества в ходе расследования уголовных дел были изъяты и после проведения следственных действий переданы собственникам. В настоящее время в общей сложности установлены два факта кражи легковых автомобилей и два факта хищения имущества из автомобилей. Расследование уголовных дел продолжается. Защищаясь, женщина в Туве зарезала родную сестру. В Туве будут судить 36-летнюю обвиняемую в убийстве родной сестры. Как сообщили в следственном управлении СКР по республике, она превысила пределы необходимой обороны. Две сестры поссорились 29 мая 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В ходе начавшейся драки 30-летняя женщина схватила нож и пригрозила убийством старшей сестре. Однако в какой-то момент бросила нож на пол. Обвиняемая, предположив, что младшая сестра продолжит нападение на нее, превышая пределы необходимой обороны, за волосы потянула потерпевшую вниз и в это время нанесла ножом два удара по ее телу, сообщили в СКР. Жертве были нанесены проникающие в грудную клетку колото-резаные ранения с повреждениями внутренних органов и кровеносного сосуда, которые осложнились массивным и наружным кровотечением. В результате повреждений потерпевшая скончалась на месте. В Санкт-Петербурге пьяный психолог из Тувы разбила сковородкой пять машин. От рук психолога пострадали Toyota Venza, Audi A4, Skoda Yeti, Renault Duster и Kia Ceed. Петербургская полиция возбудила в отношении 28-летнего психолога из Тувы уголовное дело по статье об умышленном уничтожении и повреждении имущества. Как сообщает Невские новости, во дворе дома на Гражданском проспекте пьяная девушка начала бить сковородкой пять иномарок. Все иномарки получили похожие повреждения. У них оказались разбиты задние и лобовые стекла, а также вмятины на кузове. По подсчетам владельцев машин общий ущерб составил около 150 тысяч рублей. Психолога задержали на месте происшествия. Она написала явку с повиной и объяснила свой дебош тем, что много выпила и была расстроена. 2 сентября около 9 часов вечера диспетчеру Центра управления кризисными ситуациями поступил звонок о том, что в тот день в районе станции Тайга при сборе дикоросов потерялся мужчина 64 лет. С утра 3 сентября спасатели службы ГОИЧС Тувы совместно с родственниками и Тувинским поисково-спасательным районам были начаты поиски заблудившегося гражданина. Ежедневные прочесывания леса цепочкой с использованием мегафонов свыше 15 километров таежной местности положительных результатов не дали. Поисковые работы продолжаются. Служба ГОИЧС Республики Тува обращает внимание на то, что перед выходом в лес за сбором дикоросов в цели вашей безопасности необходимо зарегистрироваться в ЕДДС и указать время и маршрут вашего направления. Эти данные позволят спасателям ускореннее и результативнее производить поиски вашего местоположения, если вы заблудились. Мы продолжаем новую рубрику «Важно знать». Сегодня мы расскажем о детских удерживающих устройствах. Что нужно знать взрослым и детям, расскажем далее. Использование детского автомобильного удерживающего средства снижает риск тяжелых смертельных травм при ДТП среди детей до 5 лет на 70%. Прежде чем покупать автокресло, ознакомьтесь с этикеткой и убедитесь, что оно соответствует возрасту, весу и росту ребенка. Все автокресла делятся по весовым категориям. От 0 до 13 килограмм для самых маленьких. Детское автокресло должно быть развернуто против движения как можно дольше, по крайней мере до тех пор, пока ребенку не исполнится два года. У малышей, которые перевозятся в автокреслах, развернутых против движения, наименьший риск повреждения головы, шеи и позвоночника. Также такое кресло может служить и как переноска. От 13 до 18 килограмм такое автокресло устанавливается по ходу движения автомобиля. При выборе автокресла обратите внимание на уровни регулировки ремня. Чем их больше, тем больше кресло прослужит вашему ребенку. От 18 до 36 килограмм такое кресло можно использовать детям вплоть до 12 лет. У автокресла просто отстегивается спинка и остается нижняя часть – бустер. Использовать его можно только с адаптером ремня безопасности. Правила дорожного движения декларируют, что до 12 лет ребенок должен находиться только на заднем сидении автомобиля и быть защищен с помощью детских удерживающих устройств. За отсутствие таковых предусмотрен штраф. Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий, дети-пассажиры чаще всего страдают, находясь в автомашинах своих же родителей. Из девяти погибших детей восемь перевозились без детского автокресла. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты, адрес электронной почты и телефон редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале Тувинской единая службы информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания.